Денди! Денди! Мы все любим Денди! 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 Играют все! Здравствуйте, дорогие поклонники компьютерных игр! Настала наша встреча с вами! И как вы видите, в нашем импровизированном магазине Денди сегодня наряду с приставкой Денди и Супер Нинтендо вот эта хорошо знакома вам черная коробочка. Да-да-да, это Sega 16-bit Mega Drive 2. А значит, как я и обещал в нашей прошлой программе, мы начнем сегодняшнюю передачу с рассказа о картриджах для нее. Дело в том, что мы получаем очень много писем, в которых упреки, упреки и упреки. Почему вы зациклились на Денди и Супер Нинтендо, а мы, обладатели приставки Мега 2, сидим и сосем палец. Но, дорогие мои друзья, не волнуйтесь, все для вас. Все для вас. И сегодняшнюю передачу я начну вот с этого картриджа. Называется он «Мухаммед Али – супертяжеловес». Может быть, не все из вас знают, что Мухаммед Али – это реальная историческая фигура. Действительно, этот человек покорял ринги всех стран, и прежде всего Америки, где он родился и стал знаменитым. В течение 10 лет примерно он побеждал всех соперников. И у него, знаете, такая была очень известная такая походочка, как бабочка. Он порхал по рингу. В этой игре он еще гортанным голосом кричит «Knock you out!» Значит, я тебя сейчас прибью. Ну, что хочется сказать. Игра для одного или двух игроков. И 9 безжалостных противников противостоят Мухаммеду Али. Ну, а вы управляете или им, или кем-то еще. И только от вас зависит, как сложится его спортивная судьба. В реальной жизни она сложилась очень хорошо. Итак, Мухаммед Али – супертяжеловес. Дамы и господа. В зеленых трусах Мухаммед Али. В синих трусах Бруно Франко. Прежде чем сесть за эту игру, вам срочно нужно взвеситься. Ведь это спорт крутых, тяжелых парней. Не тяжелых характером, а просто массивных. Таким вот парнем и был всемирно известный боксер Кассиус Клей, выбравший себе броский и громкий восточный псевдоним Мухаммед Али. Ваши папы и мамы хорошо помнят, как великий Али покорял ринги мира, не уступая ни белым, ни черным спортсменам. Сесить с лишним лет он был королем боксерских арен, а вот теперь вам предстоит напялить на руки его перчатки и ринуться в сечу с девятью противниками различной силы и характера. Берегитесь. Мухаммед Али хэви-вейт боксинг – это вам не во дворе маленьких мутузить и не сестру подушки бить по голове. Это настоящий, во многом даже кровавый спорт. Сама же игра – достойный спортивный имитатор, с приличной графикой и послушными атлетами. Со стритфайтером ее, конечно, не сравнишь, потому что не она неплохая, а потому что просто другая. Там беспредел, беззаконие, а здесь все по правилам настоящего бокса. Никаких ударов ниже пояса, никаких разрываний пополам, только искусство, мастерство и реакция. Ваша реакция и ваше мастерство. А в награду не только радость победы, но и поцелуй очаровательной блондинки. Но это кто любит? Ну что ж, игра действительно очень напряженная, очень интересная. И после часа игры у меня лично руки опухли, я тяжелею так, как будто у меня на них были надеты вот эти килограммовые здоровенные боксерские перчатки. Вам эта игра понравится и принесет много удовольствия. Вам или вашему партнеру, с которым вы будете играть. Я вам советую играть сразу двоим, потому что с автоматом, с компьютером играть довольно бесполезно. И тут же у меня в руках появляется второй картридж для Сеги. Это Тейл Спин. Как и многие игры, это сделано по мотивам диснеевского мультфильма Тейл Спин. Что значит, у нас это называлось чудеса на виражах. Два героя. Балу, здоровенный мишка, довольно бестолковый, все время врезается куда-то, все время ломает свои самолеты. И маленький его товарищ Кит. Посмотрим. Что там за чудеса на виражах? Чудеса на виражах полюбились нашим юным зрителям довольно давно. Целый год родное телевидение кормило миллионы подростков их любимым кушаньем. Мультфильмами про толстяка-медведя и малыша-медвежонка, бесстрашно и весело бросающихся в любую авантюру. Но если в мультфильме за вас поработали сценаристы и художники-мультипликаторы, то в игре «Тейлспин» все зависит от вас. В принципе, все компьютерные игры, кроме шахмат и прочих умностей, основаны на движении героев пешком, вплать и по воздуху, как говорится, на земле, в небесах и на море. И сегодня все больше и больше появляется самолетных игрушек. Еще бы! Сколько возможностей таить в себе небесный простор. Правда, прежде чем вам доверят крылатую машину, надо будет весь первый уровень проболтаться пешком, ломая голову над мелкими курьезными задачками и трудностями. Чисто с педагогической точки зрения — это великолепная придумка, конечно. Любишь кататься, люби саночки возить, без труда не выловишь рыбку из пруда и так далее. Но с точки зрения игрока немного раздражает и даже бесит. Я, понимаешь ли, собрался полетать, как заправский летчик, а мне тут на своих двоих приходится шкандыбать. Безобразие! Но, как вы понимаете, все это шутка. В любом испытании и соревновании квалификационный этап необходим для того, чтобы, во-первых, ознакомиться с содержанием игры, а, во-вторых, доказать, что вы достойны в нее играть. Удачи вам на виражах! В 92-м году фирма Sega создала эту игру, и на этом мы заканчиваем разговор о сеговских картриджах. Мне кажется, два достаточно для одной программы. И переходим, как обычно, к дендевским играм. Их у нас сегодня здесь целых три, но я хочу вам рассказать только об одной, потому что я боюсь, что мы не успеем о супернинтендовских поговорить. И давайте это будет игра Mad Max. Видели фильм Mad Max? Я видел. Хороший фильм про дикие времена на нашей планете, когда машины завладели всем, и иметь автомобиль, иметь бензин для него стало главной задачей вообще любого человека. Все человеческие отношения отходят на задний план, и автомобиль становится главным оружием в ваших руках. Ну, а здесь главным оружием в ваших руках становится джойстик, вот этот вот, знакомый вам до боли. И все, что остается нам сделать, это воткнуть картридж-приставку и нажать кнопку Power. Для 8-битного процессора эта игра очаровательно хороша. Вспомним поразившее воображение вертолетные приключения фирмы Sega с яркими названиями Jungle Strike или Desert Strike. Так вот, Безумный Макс по графике и музыкально-шумовым эффектам лишь немного уступает вышеуказанным хитам. Идеально послушная машина с турбореактивным двигателем дает жару приставучим хулиганам на трассах земли будущего. В любое мгновение вы можете поинтересоваться своим состоянием здоровья, а также всем своим вооружением. Еще одна деталь, ставящая Mad Max в один ряд с сеговскими стрелялками. Информации так много, что она ни в коем случае не может уместиться в привычном для 8-биток месте. В углу экрана. Целый экран отдан вашим боеприпасам, энергии и всему остальному. Это же здорово, когда на экране ничего не отвлекает от главного. А главное — пробраться вглубь заброшенных земель, поворачиваясь от сумасшедших водителей, скорее всего просто пьяных, и от реактивных ракет, вылетающих ни с того ни с сего из полуразрушенных небоскребов. Нефтяные лужи принесут вам немало хлопот, а прожорливый супердвигатель буквально ведрами высосет весь ваш бензин. Вперед смелее, безумные вы мои! Да, я в эту игру играл первый раз на ваших глазах, так что вы мне простите за мою неловкость. Дальше первого уровня я, естественно, никуда не прошу, но вас, наверное, ждет другая судьба, если вы чуть подольше посидите и проявите терпение и чудеса реакции и ума. Ну что ж, с 8-битными картриджами тоже покончено, и сейчас я с удовольствием потираю руки, потому что речь пойдет о Супер Нинтендо. Ты хочешь управлять миром? Твоим миром, в котором каждая секунда — это борьба и скорость. В твоих руках самое совершенное оружие. Уже сегодня в магазинах Денки по всей стране совершенно игровая система. Супер Нинтендо. И сегодня у нас целых три игры. XLA, Donkey Kong Country — это уже традиционный наш гость, и еще одна игра, которая называется Wing Commander. Давайте с нее и начнем. Что такое Wing Commander? Те из вас, кто уже изучает английский язык, знают, что wing — это крыло, а commander — это командир просто. Командир звена. Wing — это еще и звено. На профессиональном языке летчиков, в английском языке, wing — это звено. Это трехмерная игра. Она чем-то напоминает, ну, отдаленно, конечно, игру Star Wing. Только если в игре Star Wing — это обычный, обычный, очень сложный трехмерный имитатор, то здесь обстоят дела несколько по-другому. Давайте посмотрим. Командир звена. Вы сейчас становитесь командиром звена, я становлюсь командиром полка, и мы с вами отправляемся в полет. Полетели. Суперполный 16-битный интендовский процессор позволяет создателям игры подарить игрокам вот такой длинный вступительный мультфильм. Ну, как вы поняли, на борту космического корабля случилась какая-то зверская измена, и самому главному летчику-самолетчику придется опять всех спасать. Вообще, рассказывать о подобных играх — сущее наказание для нас, компьютерно-игрушечных журналистов. Посудите сами. Про бродилки можно толковать без конца. А, так много там разных секретов и потаенных ходов. Болтать про боевики тоже приятно. Знаете так, по-мужски смаковать различные специальные движения и удары. А вот с имитаторами полетов какая-то у нас с вами получается авиационно-космическая программа сегодня. Так вот, с имитаторами совсем тяжело. Если вы не понимаете, о чем речь, попробуйте-ка объяснить в двух словах. Что это такое «летать»? М? То-то. Нелегко. Давайте-ка посмотрим и подберем слова сами. У кого какие найдутся. Походу, хочу заметить, что создатели игры пошли на такую вот уловку, я бы даже сказал хитрость. Видите, какой маленький экран перед вами и какая здоровенная панель приборов. Дело в том, что для того, чтобы обеспечить большое количество движущихся объектов перед вами, нужно было из 16-битного процессора сделать 32-битный. Эта приставка Super Nintendo пока не позволяет. Вот и поместили они огромную панель приборов с неподвижными надписами. С этим процессор спавляется вполне успешно. Но в связи с этим очень трудно найти мишень, которую вам необходимо поразить. Вот все, что сейчас будете видеть, это мои жалкие попытки сделаться военным космическим летчиком. Посмотрим, что из этого получилось у меня. Вот они, враги-то, летают, только попади. Это как раз самое сложное в этой игре. Вообще, игра непростая. Игра для терпеливых и озорных бойцов. Вот видите, цель вроде бы поймана, но точно в перекрестие не попала. И поэтому... Ну, ну, ну... Есть! Кажется, попал. Да, победа! Ну, что можно сказать? Игра хорошая, но очень сложная. Для меня, например, она гораздо сложнее, чем Starwing. Не знаю, если вы боитесь трудностей, то вам лучше в эту игру не играть. Ну, а если вы хотите бросить вызов самому себе и в фирме Minscape, которая прославилась тем, что делает очень сложно, очень красиво, очень умные бродилки, то, пожалуйста, вперед! Магазины Дэнди ждут вас, Wing Commander, и путешествуйте по космическим просторам вместе с фирмой Minscape. Следующая игра чем-то напоминает игру Wing Commander, но, честно скажу, мне она понравилась гораздо больше. Может, потому что я привык к играм простым, но красивым. А эти все имитаторы... Я же не летчик, и вы не летчики. А это вот то, к чему мы с вами привыкли. Красивейшая мультипликация, в которой герой игры XLA, Stratafighter, боец в высоких слоях атмосферы, сражается с привычными уже инопланетными монстрами. Посражаемся и мы. Как и в предыдущей игрушке, создатели снова дарят вам мультфильм, в котором страшный инопланетный корабль уничтожает путлую планетку, превратив ее путем бросания бомб в облако газа и пыли. Что произошло потом, я не очень точно понял. И если у вас работает фантазия и воображение, вы сами можете достроить сюжет. Главное, конечно, не мультфильм. Главное — игра. Подозрительно напоминает одну игрушечку, а? Смекнули? Ну ладно, скажу, не мучайтесь. «Твин Би» или «Пчелы-близнецы». Помните такую игру? Два маленьких робота-самолётика путешествуют над сказочной страной, проплывая над волшебными пейзажами, пропуская под крыльями многокрасочные полотна рек и озер в заколдованном королевстве. И никакой кровавой стрельбы, только небо, только ветер, только радость впереди, как поется в известной детской песне. Но это только первый уровень. Тот, кто смотрит нашу передачу, не пропуская ни одного выпуска, прекрасно помнит великолепную красивую «Твин Би». Ну а кто пропустил? Посмотрите «Эксилей Стратафайт». Более мрачный, взрослый, что ли, но от этого не менее интересный и захватывающий вариант полётов над родной землёй с джойстиком в руках. «Эксилей Стратафайтер». Красиво звучит. Внимание, приближаемся к главному врагу первого уровня. Держитесь за стулья, ребята. Но кто может спорить после этой картинки, что Супер Нинтендо не самая лучшая приставка в мире? Но где вы видели такой фон и такого отвратительного монстра? Айда я. Айда молодец. Но вот и второй уровень. Здесь совершенно другая картина. Эта игра скорее больше похожа на «Мегамэн Икс» или что-то в этом роде. Движение происходит не от вас вдаль, а слева направо. Тоже подходит. Даже разнообразно. На мой взгляд, игра «Эксилей Стратафайтер» одна из лучших космических стрелок-леталок, в которые я когда-либо играл. Если вы другого мнения, напишите мне об этом. Только обязательно. Я думаю, все вы уже привыкли к тому, что на нинтендовском джойстике здесь вот есть такие две кнопки. Они очень удобны для выбора оружия в некоторых играх и для стрельбы тоже. Не забывайте о них, потому что кнопка «А» и «Б» и «Х» и «У» они, конечно, хороши, но эти кнопки очень помогают в игре. Они позволяют комбинировать различные действия и продвигаться вперед гораздо быстрее. И, наконец, любимый, полюбившийся всем до единого человека картридж «Донки Конг Кантри». Но для работы с этим картриджем у нас есть специально обученный человек, наш компьютерный эксперт Денис Панов, с которым мы давай сейчас и побеседуем. Чем ты так увлеченно, заинтересован? Во-первых, здравствуй. Во-первых, здравствуй, да. Там тоже люди сядут, поздороваться тоже можно. Здравствуйте. Все. Так, ну и чего? Что считаешь? Разглядываю картинки Суперметроида. Это инструкция от игры Суперметроида. Да, кстати, очень хорошая инструкция. Практически поэтапно описана вся игра. К сожалению, только на немецком языке, конечно. Но, тем не менее, тем не менее. 73 страницы, как-никак, да? Да. Ну, Шуночка, к сожалению, на немецком языке. Для некоторых немецкий язык, как русский. Хотя, конечно, если бы он был на английском языке, то больше наслажды людей, которые бы им заинтересовались. Ну, а так, если по большому счету, она нужна, эта книжка? Да, конечно, нужна. Так, открываешь, где я тут бежал? А, во. Так, а куда дальше? Вот сюда, сюда, сюда. Полная карта схемы, да? Да, если бы не было этой инструкции, то слишком, очень много вопросов было бы. Продавцам, мучили бы их по-всячески. Понятно. А так? Слушай, ну, это не случайная инструкция у тебя в руках оказалась? Нет, не случайная. Ты принес нам секреты не только про Донки Конга, но и про Супер Метроида. Да, которые я сам раскрыл без этой инструкции. Так как ты по-демецки читать не умеешь. Правильно. Так, ну, давай мы начнем все-таки с Донки Конга, потому что ты у нас признанный эксперт. В прошлый раз ты нам сказал, что уже 60... Сколько ты сказал, прошел? 64. 64. А сейчас? Уже 72. 72%. Ты как-то можешь это доказать? Конечно. Я тебе покажу. Ага. То есть там... Не только тебе, но и телезрителям. Ну да. Там у тебя игра твоя засейвлена. Да. На 72%. На 72%. Опять, я повторяю то, что это не 72% пройденной игры, а 72% секретов найденной в этой игре. Тобой. Да. Ты приближаешься уже к... Практически к 100%. К 100%. Ну, еще не практически, осталось еще 28%. Это не мало. Давай мы это в кадре сейчас ставим и посмотрим, во-первых, правду ты сказал или нет, хотя я лично не сомневаюсь, ну и расскажем о новых секретах, да? Да. Давай. Ну, Денис, как обычно, поскромничал. 73% секретов он открыл в игре Donkey Kong Country. Вот под номером 1 вот эта вот обезьяня рожа, это и есть Денис. Ну, что ж, мы садимся, как вы понимаете, вся игра засейвлена, то есть сохранена, и мы можем начать ее с любого уровня, с какого захотим. Мы попадаем на самолете в отравленный пруд. Вот он, Poison Pond. И под водой ищем секреты. Ну, во-первых, можно через стену здесь пройти налево и, разбив ящик, добыть из него акулу. А на ней уже гораздо веселее путешествовать, согласитесь. То есть, это, конечно, не акула, это рыба-меч. Но мы же с вами не зоологи, нам все равно. После чего, побывав в пруду, отправляемся на завод, где, проявив немалую сноровку, разбиваем таинственный люк, достаем оттуда бочку с тринитротелуолом или по-нашему зинамитом и бросаем его в раскаленную лаву. Все. Попадаем в бонус-уровень и только во втором ряду бананов, только во втором ряду бананов жизнь, которую мы и хватаем. Ха-ха-ха. Ну, вот такие вот пироги. Да, действительно, можно тебя поздравить с некоторыми успехами. Игра... Что с некоторыми? Ну, действительно, да, действительно, 72%. Я когда в нее играл, там, наверное, процентов 20 только прошел. Давайте теперь суперметроид. Слушай, почему такая большая коробка и... Под инструкцию. Нормального размера катетча. А, это чтобы журнал поместился здесь. Чтобы журнал поместился здесь. Ты много знаешь людей, которые прошли суперметроид до конца? Нет. Я знаю только себя. Только себя? Да. Ты прошел до конца? Да. Много у тебя на это времени ушло? Если учесть счетчик отсчета времени самой игре, ну, ушло примерно, там, четыре с половиной часа. Чистые игры. Чистые игры. А вот грязного времени по дням? Ну, по дням три дня. Три дня? Три дня. Это то, что такое у тебя светлый ум или игра простая? Ну, не знаю, не знаю. Скромно. Скромно. Нет, игра, конечно, не простая. Игра просто чумовая, как мы говорим. Не, из бродилок это самая лучшая, которую игру въел я на Супер Нинтендо. Самая лучшая. 76 уровней. 76. 24 мегабайта. С ума сойти. 24 мегабайта. Не мало, не мало. Не мало, да. И кто создал эту прелесть? Фирма какая? Сама Нинтендо? Нинтендо. Это Нинтендо продолжает оккупировать рынок игр своими новыми релизами. Давай картридж и рассказывай, что там интересного нового. Хорошо. Из всех секретов Денис выбрал на мой взгляд самый главный. Как засейвить игру? Как в следующий раз не начинать все сначала? Очень просто. Попадаете в телепортатор, это такой огненный душ, стоите под ними несколько секунд и перед вами загорается надпись «Хотите засейвить игру? Хотим», говорите вы. И сделано. Да. Есть о чем призадуматься. В следующей нашей передаче ровно через неделю ты должен к нам прийти с новыми секретами. Кстати, вы с Сашей в прошлый раз признали, что не будете заниматься играми для Дензи до тех пор, пока не пройдете 10 игр для Нинтендо. Сколько ты уже сейчас прошел? 10. 10? 10. Значит, в следующей программе, миленький, будь добр, для наших миллионов обладателей приставок Дензи я обязуюсь. Обязуюсь. И мы ловим тебя на слове, что ты принесешь нам новые секреты не только про Нинтендо, но и про Дензи. Но как только Саша тоже пройдет 10 игр, он тоже придет с секретами для Дензи. Договорились. Пока. Совершенная игровая система Супер Нинтендо. Ну что ж, я надеюсь, что мы не зря с вами провели эти полчаса. Мы сегодня узнали много интересного, распознали некоторые секреты, но, как пишет Денис Горячев из города Кольчужного, когда я сажусь с телевизора и когда вы говорите в эфире передачи Дензи, а я действительно говорю каждый раз, то у меня сразу на лице появляется улыбка. Но, когда вы говорите передача окончена, я сразу становлюсь грустным и хочется поиграть. Ну что ж, Денис, не грусти. Увидимся снова ровно через неделю. Пока.